Российские войска весь день ведут обстрелы Харьковской области и пытаются продвигаться. Уже есть жертвы. Атака ГУР на российский НПЗ в Калужской области. Киев получил первый тренажер истребителя F-16. Это итоги пятницы 10 мая от команды новостей Донбасса. Я Кристина Терещенко и мы начинаем. Российская армия активизировалась в Харьковской области. При граничье региона находится под массированными обстрелами. Есть раненые и погибшие мирные жители. Вот что об этом сообщили военнослужащие ВСУ. В городе Волчанск усилились обстрелы. Ситуация напряженная. Поэтому местным жителям рекомендация эвакуироваться из города Волчанск. Под Волчанском в 50 километрах от Харькова оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ со стороны границы. По данным проекта Дипстейт, попытка прорыва россиян произошла с севернее украинских населенных пунктов Мараковец и Олейникова, двигались россияне со стороны приграничного села Пыльное. Обстрелы продолжаются. Активно применяются системы РЭБ и БПЛА. Противник пытается заходить и закрепляться в ряде населенных пунктов вдоль границы. В частности, в селах Стреличья Красная Пыльная Борисовка. Аналитики проекта Дипстейт. В социальных сетях уже появились фото российских военных, которые предприняли попытку наступления на север Харьковской области. Отмечается, что имеющихся ресурсов, задействованных противником на данный момент, не хватит для глубокого продвижения. По данным Минобороны Украины, сейчас атаки удается отражать. Атаки отбиты, но продолжаются бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Министерство обороны Украины. Вечером 10 мая журналисты военкор Юрий Бутусов, а также «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в ВСУ заявляют, что россияне захватили приграничные села Пыльное, Борисовку, Стреличья и Красное. Дальнейшее продвижение путинских войск якобы остановлено. Харьковская областная военная администрация объявила об эвакуации гражданских из города Волчанск и окрестных сел и обнародовала телефон горячей линии по вопросам эвакуации. Номера вы видите сейчас на экране, а также мы оставим их в описании к этому видео. Власти, полиция и волонтеры совместно помогают людям выезжать. Кроме того, этой ночью оккупанты нанесли удары по Харькову. Горели три частных дома, всего повреждены 12, пострадали пожилая женщина и ребенок 11 лет. У обоих острая реакция на стресс. Вдобавок к этому, сейчас на Харьковщине энергетики не имеют возможности обеспечить 100% потребителей из-за российских обстрелов, которые привели к повреждению энергетических объектов. Такие данные привел генеральный директор компании Ясна Сергей Коваленко в эфире Радио Свобода. По его информации, там на каждый час около 200-250 тысяч человек находятся без света. Кроме Харьковщины, значительные проблемы с энергоснабжением есть в Днепропетровской области. Сегодня основное внимание сосредоточено на Харьковщине, но Институт изучения войны тем временем приводит анализ обстановки на фронте в целом. Они пришли к выводу, что российские войска заметно увеличили темпы наземных атак на востоке Украины за последний месяц. Министерство обороны Великобритании сообщило, что количество российских атак выросло на 17% с марта по апрель и что более 75% зарегистрированных наземных атак произошли на направлениях Часового Яра, Авдеевке и Марьинке. По данным украинского генштаба, российские захватчики продолжают атаки на семи направлениях, горячее всего сейчас на Авдеевском и Бахмутском. Как мы уже сообщали, вероятно, российские военные хотят достижений до прибытия западной военной помощи на линию фронта. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк считает, что критическая фаза войны наступит в ближайшие два месяца. В Донецкой области войска РФ за предыдущие сутки 15 раз обстреляли населенные пункты, повредив или разрушив 23 дома и две многоэтажки. Также под удар оккупантов РФ попали два промышленных здания. Ранен мужчина в остром Кураховской громады. По другую сторону линии фронта в Донецком регионе также было громко. В оккупированном Мариуполе поздним вечером 9 мая прогремели взрывы. Российские Z-каналы писали, что ВСУ предположительно атаковали город ракетами Атакамс. По словам советника украинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко, удар пришелся по территории кондитерской фабрики в центре города на проспекте Металургов. По его данным, там располагались российские военные. В свою очередь российское госагентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы группировки ДНР написало, что система ПВО вечером отбила атаку на Мариуполь. Если у вас в течение недели нет времени, чтобы следить за новостями, то обязательно подпишитесь на наш украиноязычный канал. Там по воскресеньям мы выпускаем краткие итоги с прогнозами и комментариями экспертов. Ссылку на канал оставим в описании. Чехия передала Украине первый тренажер-истребителя F-16 в одну из бригад тактической авиации. Об этом рассказал командующий воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук. Его основной модуль уже тестируют и готовят к эксплуатации украинские специалисты. Благодарю всех, кто помогает Украине укреплять авиационную компоненту. Конечно, кроме самих F-16, нам нужно создавать мощную учебно-материальную базу для нашей молодежи. Призываю наших союзников присоединяться к этой инициативе. В ночь на пятницу в Калужской области России беспилотники атаковали НПЗ первый завод в Товарково. По данным российских провоенных телеграм-каналов, поражены три емкости с мазутом и одна с дистопливом. Это второй подобный удар по заводу. В этом году предыдущий налет был 15 марта. Около с 7 утра губернатор региона Владислав Шапша сообщил, что пожарный НПЗ ликвидирован и пострадавших якобы нет. Источники издания «Украинская правда» в Главном управлении украинской разведки заявили, что это была их операция. Первый завод – это крупнейшее нефтехимическое предприятие в Калужской области. Она находится в 300 километрах от украинской границы. Кроме этого, в Подмосковье был сбит беспилотник, летевший в направлении столицы России, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Еще три беспилотника якобы были уничтожены в Брянской области. Все на сегодня. Больше информации 24 на 7 в нашем телеграм-канале «Новости Донбасса». Такие сводки, как это, выходят с понедельника по пятницу на нашем YouTube-канале. Обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А за короткими информационными видео заходите в наш TikTok. До встречи!